что это за черные коробочки которые мы одеваем на руку и на голову что за странные ремешки которые мы наматываем каждое утро во время молитвы в синагоге как селин помогает мне установить контакт со всевышним смотрим видеоролик здравствуйте дорогие друзья итак мы с вами уже поговорили в первом и во втором видео про кипу и про то лид кто еще не посмотрел обязательно сделайте это и мы продолжаем с вами обсуждать ежедневные повелительные заповеди которые можно сделать ежедневно такой большой подарок от всевышнего и сейчас мы с вами поговорим про заповедь или итак все мы видели тфилин филин он должен быть обязательно черным полохе обязательно квадратным и мы наматываем всем раз его на руку здесь должна быть буква кашин мы накладываем ручной тфилин на руку напротив сердца чтобы наше сердце помочь ему желать служить всевышнему накладываем головной тфилин на голову что все наши мысли были только в сторону всевышнего и так мы знаем что тфилин есть четыре главы истории которых упоминается это заповедь их пишут специально на таком фрагменте из кожи кожи кошерного животного в руке они в ручном тфилине они находятся в одном так называемом домике в головном тфилин есть четыре разных отделения по каждому отделению для каждой главы и так тфилин обладает огромной огромной святостью в нем есть четыре главы истории он сделан из кожи кошерного животного и он обладает огромной огромной святостью и мы его одеваем сейчас принято его одевать каждое утро во время шахарита утренней молитвы. Почему тфелин не одевается в шаббат? Потому что есть у нас всего лишь три заповеди, которые называются от, которые называются знаком союза между нами и Всевышним. Это обрезание, это шаббат и праздники, и это тфелин. И сказано, что у каждого человека должно быть ежедневно два ота, два знака, которые всегда при нем. Это обрезание, и в будню мы одеваем тфелин. А когда у нас есть шаббат, который тоже является от, является вот знаком союза между Всевышним, тогда уже тфелин не нужен, мы не одеваем тфелин ни в шаббат, ни в праздники. Итак, из-за того, что тфелин обладает такой большой святостью, как мы знаем, мы должны учить детей соблюдать заповеди и сторы с самого-самого детства, но тфелин является исключением. Мы не одеваем тфелин детям в 5, в 6, в 7 лет и даже в 10 лет, а мы одеваем тфелин детям, учим их одевать тфелин только совсем перед бармитвой, там за месяц, за полгода, до 13-летия, потому что это огромная-огромная святость, которой маленьким детям доверить нельзя. Очень есть известная такая вот история, которая случилась в 40-х годах в Германии, которая показывает, что же такое тфелин. Был один еврей, который не хотел ничего соблюдать. Вообще вот был такой ярый-ярый противник. Однажды он встретился с раввином, и раввин ему говорит, слушай, ну почему же ты не хочешь соблюдать? Ты такой анти, такой противник, что с тобой случилось? И этот еврей ему рассказал, почему. Что его так вот заставляет не соблюдать, такое вот даже такое презрение к торе и к соблюдающим заповеди. И этот еврей рассказал раввину ответ, что с ним в 40-х годах случилась такая вот ситуация, что он увидел, как один еврей сумел спрятать тфелин от фашистов, и он этот тфелин протащил в концлагерь. Что он делал с этим тфелином? Он искал желающих одет тфелин, и за то, что он им разрешит взять свой тфелин на пару минут, чтобы помолиться Всевышнему, он забирал у них последние крошки хлеба, которые им удавалось собрать. Хочешь выполнить такую большую заповедь тфелин, говорил вот этот человек, а давай мне свою еду. И вот к нему приходили очереди людей, очереди евреев, чтобы одеть тфелин, один тфелин на весь концлагерь. Они приходили и отдавали ему самое-самое последнее. И говорит вот наш, не соблюдающий еврея этому раввину, когда я увидел, насколько человек может низко упасть, у тебя же есть тфелин, дай ты им одеть тфелин бесплатно, почему ты у них последнее забираешь. И когда он увидел вот эту вот жестокость этого еврея, который давал тфелин за последние крошки, когда он увидел эту жадность этого человека, который за тфелин требовал такую вот большую цену, он сказал, я не хочу с этими людьми не иметь никакого какого-то отношения, я не буду ничего никогда соблюдать. На что ему ответил раввин, ты смотришь на этого человека, который себя очень неправильно повел. Он мог в принципе, конечно, очень сложно судить евреев в концлагере, мы не понимаем, что за ужас они пережили, но все-таки ты его судишь и говоришь, как же можно было так поступить. И может быть ты прав, что этот человек очень-очень недостойный. Но обрати внимание на очередь из других евреев. Десятки-десятки людей несли ему последние крошки хлеба, чтобы соблюдать. Посмотри на них. И разве ты не хочешь быть в обществе таких людей? И этот еврей сделал раскаяние и начал соблюдать. И из этой истории мы видим, насколько-наскольку важна заповедь тфелин, что евреи были готовы пожертвовать последними крошками хлеба, но только чтобы одеть тфелин на руку, одеть тфелин на голову и служить и молиться Всевышнему. Итак, здесь в тфелин также нужно обратить внимание, что вначале мы одеваем его на руку, а потом уже одеваем его на голову. И здесь, говорят наши мудрецы, мы видим большой-большой секрет. Евреи на горе Синай, когда Бог предложил им, хотите соблюдать Тору? Они ему сказали, конечно, мы хотим, будем делать и будем понимать. На асе будем делать, венишма, и потом будем изучать и постигать. Но вначале мы готовы все делать. Еврейский народ сказал, что мы тебе верим, Всевышний. Сто процентов мы тебе верим, на тебя полагаемся, все, что ты нам скажешь, мы будем делать. Абсолютно все. Но все сразу за один день мы не можем выучить. Будем уже начинать делать, а потом будем постигать. И даже ангелы восхитились и сказали, кто же рассказал моим детям, кто же рассказал евреям, детям Всевышнего, об этом в секрете, как они об этом узнали? И в тфелин это очень сильно подчеркивается. Мы одеваем тфелин вначале на руку, показать свою готовность служить Всевышнему и делать все, что он скажет, даже если я не понимаю, а мы очень многого не понимаем. А потом мы уже одеваем его на голову, и вот эта вот последовательность на асе венишма также у нас вот здесь присутствует тфелин. И так говорят наши мудрецы, что кто одевает тфелин, кроме того, что он выполняет огромную заповедь, это еще способствует тому, что враги его боятся. Написано, что увидят враги твои. Ишем Ашем, Некра Алеха, они увидят вот тфелин на твоей голове, так объясняют мудрецы этот стих, и они от тебя убегут. Также сказано, что когда Каин убил своего брата Авеля, то есть он осуществил ужасное-ужасное убийство, в мире было 4 человека, и он убивает своего брата, то есть он 25% населения Земли уничтожает, то Каин очень испугался. И когда Всевышний выгоняет его и говорит, иди отсюда, иди из райского сада, то Каин ему сказал, меня же могут убить, животные могут меня убить, потому что я уже не на таком уровне, я совершил ужасный поступок, меня могут убить. Животные или люди, защити меня, то написано, что Бог дал ему знак, и мудрецы объясняют, что этот знак – это тфелин. Он ходил в тфелин, и святость тфелин защищала Каина от любой внешней угрозы. Также написано в Талмуде, что Абая говорит, что кто одевает тфелин ежедневно, огонь гаенома, огонь в чистилище, в аду, условно назовем его так, он не будет делать тебе никакого ущерба. Даже если есть такой еврей, который, не дай Бог, должен пройти по гаеном, по чистилищу, Абая ему обещает, что кто одевает тфелин, ему этот огонь не страшен. Дальше Талмуд обещает, что кто одевает тфелин, правильно выполняет эту заповедь, все его грехи ему прощаются. И напоследок хотелось рассказать, как эта великая заповедь тфелин спасала и спасла во время Второй мировой войны еще одного еврея. Рассказывается такая вот ситуация, что был такой еврей в Лондоне, которому нужно было срочно поехать в Шотландию, это были, по-моему, 60-е годы, на встречу, на очень важную встречу. Он себе покупает билет на поезд, садится в первый класс и мчит в далекую Шотландию. Когда в вагон зашли и сели напротив него два шотландских каких-то солдата, они в процессе разговорились, и шотландские вот эти вот солдаты спросили его, кто ты такой, расскажи про себя. Он им сказал, меня зовут там, допустим, Зильберштейн, я такой-то и такой-то. И вдруг эти солдаты вскочили с места и спросили его, скажи, пожалуйста, твой отец такой-то, Зильберштейн старший, это твой отец? Он говорит, да, мой отец. И здесь, когда они узнали, кто этот человек и кто его отец, они ему рассказали удивительную историю. Когда-то давным-давно, опять же, во Вторую мировую войну, когда фашистские войска воевали с британскими войсками и союзниками на севере Африки, случилась удивительная вещь. Когда британцы уже отступали, и они уже почти были уничтожены фашистами вот в этом месте, вдруг один еврей сказал, мне нужно срочно помолиться. Все, пришло время молиться. Мне, по моему закону, нужно помолиться. Он достал кипу, о которой мы говорили с вами, он достал талит, и он достает филин и начинает молиться. И вдруг все войска, которые уже ожидали, вот эти вот солдаты ожидали свое поражение, вдруг они замечают, что немцы почему-то не нападают. Что оказалось? Что немцы уже были готовы нападать, но вдруг они увидели, стоит какой-то человек, наматывает какое-то кожаное изделие, одевает что-то на голову, и они отдали приказ, стоим, ждем, давайте посмотрим, что происходит. Вдруг это какое-то секретное оружие, или что-нибудь такое, и немцы не напали в ту минуту, и пока они там мешкались, пока они думали, вдруг пришло подкрепление, британская армия, и они спаслись, и сумели отбить врага. И они рассказали, вот эти вот шотландские офицеры, передай папе привет, он спас себя, он спас всех нас. И здесь мы видим, насколько заповедь Тфилин обладает уникальными свойствами, что она спасает и того, кто одевает Тфилин, и всех, кто находится вокруг него. Так что, очень стараемся выполнять заповедь Тфилин, это очень-очень-очень важно, и пусть Всевышний оберегает всех тех, кто соблюдает заповедь Тфилин. Обязательно соблюдайте заповеди, и учите, учите Тору, и делитесь этими видеороликами со своими друзьями. Также становитесь партнерами ВАИКРА, присылайте посильную финансовую помощь для нашего проекта, чтобы мы могли и дальше создавать очень важные уроки Торы, и делиться ими с тысячами людьми в социальных сетях.